Мы переходим к следующему вопросу, уже вне трех источников, но в рамках уже современного львового движения. Соотношение теории и практики. Насколько нужно хорошо цитировать Маркса, Ленина? Насколько нужно хорошо знать теорию, чтобы приступать к практике? Или насколько та или иная практика вообще является действующей, действительной и вообще практичной, так называемой? Насколько экономика экономична, а практика практична? Здесь как раз-таки основной вопрос в том, что многие типы практики, которые левое движение сейчас делает, оно является прямым следствием того, как левое движение вообще появилось в России. Многие, думаю, помнят 90-е. Многие помнят то, как происходили определенные процессы тогда. Вот в этот период зародились основные старые игроки. РКРП, КПРФ, РРП и ряд других организаций, которые до сих пор существуют. И некоторые организации, которые до сих пор не существуют, но, тем не менее, последователи которых до сих пор, собственно, есть. Здесь нужно понимать, что в этот период были заложены определенные алгоритмы того, а как действовать в окружающей среде. То есть, тогда были выработаны формулы, которые тогда были абсолютно эффективны, но которые сейчас уже не приводят к какому-либо результату. Например, это проводить митинги с флагами, стоять, привлекать к себе людей. Сейчас подобные митинги по любому поводу определенные организации проводят. Насколько это имеет эффективность? Это практически не имеет никакой эффективности. О результатах они уже не любят ничего докладывать. Но по численности людей, которые туда приходят, по численности людей, которые этим интересуются, можно легко сделать вывод просто из практики, что это не имеет никакого абсолютно результата. По факту митинга, где 200 ОМОНовцев окружают площадь Ленина, а внутри площади Ленина стоит, в лучшем случае, 30-50 студентов с махающими флагами, нет. Эта эффективность имеет крайне маленькую. Здесь же есть практика профсоюзного движения, которая тоже бывает очень разная. От топорного о стоянии проходной раздачи листовок газет до более эффективного органайзинга вокруг конкретного предприятия, вникания в противоречие этого предприятия, попытка людей консолидировать вокруг их общих интересов на производстве, добиваться тех или иных поблажек со стороны руководства и прочего. Это, опять-таки, вопрос о профсоюзном движении у разных профсоюзных организаций. Очень разные тактики по этому поводу. Тут тоже постоянно ведутся, что называется, борьба внутри тех или иных групп. И здесь вот как раз-таки переходим к вопросу теории. Для того, чтобы люди могли действовать одинаково в рамках практики, им необходимо найти единство в теории. Что имеется в виду? У нас есть практика предыдущих поколений. Что такое вообще теория? Это суждения, данные по практике наших предшественников. По сути, мы, изучая теорию, мы становимся на плечи гигантов прошлого, на плечи практиков прошлого. Ленин – это величайший практик, величайший теоретик в рамках соединения этих двух, что называется, аспектов. Маркс в этом плане больше уходил в теорию, конечно, но тем не менее... А Сталин, например, больше в практику. Но тем не менее, каждый занимался и теорией, и практикой в том или ином соотношении. И в этом смысле у нас есть прямая корреляция между пониманием, единым пониманием в теории и единой, соответственно, практикой. До тех пор, пока левое движение не будет иметь единства, хотя бы в общих принципах, в общем векторе того, куда нужно стремиться, не будет единой практики в этом движении. Если мы говорим про глубину изучения этой теории, опять-таки здесь возникает вопрос о том, насколько нам глубоко нужно теоретическое единство делать. Вот если я считаю, что серп и мол должны быть слева, а кто-то считает, что справа, это глубокий теоретический вопрос, по которому нам необходимо размежеваться. Или вопрос о том, будем ли мы постить аниме девочек у нас в паблике, или вопрос о том... Является ли книга Евгения Юрьевича Спицына учебником или не является? Важнейший вопрос левого движения. Мне кажется, без решения этого вопроса можно сразу же... Нам нужно хорошенько размежеваться для того, чтобы потом объединяться. И только поэтому вопрос. Вот этот как раз-таки момент является ключевым, потому что у разных организаций очень разный порог теоретического принятия внутри этой организации. То есть, для кого-то, например, вопрос о том, в период Хрущева была диктатура пролетариата или диктатура буржуазии является поводом исключить из организации человека, который был 20 лет в этой организации. Для кого-то этот вопрос является абсолютно неважным. Для кого-то этот вопрос является дискуссионным, можно поспорить, но все равно будем в рамках единой организации. У людей очень разный порог понимания того, что в марксизме является ключевым, а что является не ключевым. У людей разная аргументация по этому поводу. Что этот вопрос может привести к определенным результатам, а этот вопрос может не приводить... Это мы еще не коснулись вопроса Сталина или Троцкий. Это ключевой вопрос на самом деле.